Самая популярная легенда бабских форумов – датский брак нелегальный. И только брак, заключенный в Германии, легальнее всех на свете. Вы счастливая обладательница немецкого жениха? Вам сделали предложение, и, казалось бы, осталось выбрать платье и пожениться в старинном немецком замке. К сожалению, немецкие бюрократы намеренно усложнили путь иностранной невесты. И только самые стойкие и целеустремленные пары, которые, действительно любящие друг друга и готовые на подвиг ради совместной жизни, дойдут до цели. Если вы еще не в курсе, что такое виза невесты, как ее получают и сколько это длится, то советую сначала посмотреть мои старые видео на эту тему. А потом уже вернуться к этому интервью с Дашей, которая преодолела неимоверные трудности на пути к своему любимому. А самое главное, послушайте ответ Даши и ее мужа. Где бы они женились сейчас, если бы у них был выбор – в Дании или в Германии? Даша, спасибо большое, что ты отозвалась. И что ты согласилась записать свою историю переезда в Германию, естественно, связанную с замужеством. Как ты попала в Германию для тех, кто только планирует выходить замуж за немца, либо в нынешних реалиях, а мы записываем сейчас август 24-го года, чтобы все понимали, что это не 21-й, не локдаун, не корона. И что уже все посольства закрыты, и уже жопа полная. Я надеюсь, ты еще эту жопу не застала. Давай начнем прямо с истории знакомства. Когда нас интересуют сроки, самое главное. Сроки, бабки. Вот что нам интересно. Мы познакомились онлайн. Я на тот момент была в Вильнюсе. Мы начали переписываться, мы начали общаться в феврале 2020 года. То есть совсем перед локдауном, получается. Мы переписывались, и уже начали... Он изъявил желание прилететь ко мне в Москву, потому что я собиралась в Москву уже ехать. Но там меня застал локдаун. Мне пришлось задержаться еще на три месяца, пока не откроются заново границы. И он прилетел ко мне первый раз в Вильнюс в июне месяце. Это был 2020 год. Мы первый раз увиделись в Вильнюсе. Провели несколько дней вместе. Очень тяжело расставались. Поняли, что это будет наша не последняя встреча. Вернулась в Москву. Думали, как, что. Но границы были закрыты. Было очень тяжело. Поэтому мы полетели в сентябре месяце в Турцию. Расставаться было еще тяжелее. Потом мы в декабре месяце полетели вместе в Сербию. То есть мы выбирали места, куда нам обоим можно. Слушай, можно я сразу перебью, чтобы люди понимали, ты такая крутышка в Вильнюсе, в Сербии. У тебя есть второе гражданство? Нет, у меня нет второго гражданства. У меня когда-то давно был вид на жительство в Литве. Но он пошел в дополнение к маме. Потому что у меня бабушка с дедушкой жили в Вильнюсе. Это ее родители. И там чуть-чуть попроще с этим делом. Вот мы встретились в Сербии еще раз. Потом в силу обстоятельств мы в следующий раз увиделись только в конце июля. То есть, получается, уже 21-го года. Получила итальянскую визу. По работе. Я на тот момент была генеральным директором компании. У меня появилась возможность поехать к своему партнеру на тот момент. Собственно, я приехала в конце июля. Примерно месяц нам понадобилось понять, что нам идеально вместе. Соответственно, мы уже начали задумываться о женитьбе. Он говорит, я не хочу, чтобы ты уезжала. Я хочу, чтобы ты жила здесь. Ну, то есть, все. Мы тогда в первый раз сходили где-то в октябре, наверное, месяце. В конце сентября, в начале октября, вот как раз-таки незадолго до моего отъезда, мы ходили в штандосамт. Это ЗАГС, по-русски говоря. Заявить о намерении. То есть, получить список документов, которые требуются. Ну, все. Мы получили список документов. Тогда это еще сначала не казалось страшно и сложно, как оказалось в итоге. На самом деле. Как раз-таки тогда я нашла твой аккаунт. Случайно. Я где-то услышала. Ну, подожди, ты искала брак в Германии. Ты пошла в немецкий ЗАГС. Ты каким образом пошла на аккаунт брак в Дании? Я искала просто варианты, как это можно сделать быстрее, проще. И, возможно, даже пока я все еще в Германии, условно говоря. Разложила своему будущему супругу. Он посмотрел. Как-то с недави... У него были страшные стереотипы по этому поводу. Ну, это нормально. Ты можешь не стесняться. Это я знаю. У всех немецких веков одна та же история. Кто-то им когда-то сказал, что это как-то брак нелегитимный. И его можно узнать. И могут быть проблемы потом с натурализацией, там, ПМЖ, гражданство, еще чего-то. И из-за этого он позвонил даже в какое-то другое агентство, в какому-то немецкому мужику, который ему сказал, о, нет, ваш кейс вообще нет, нет, нет. Никогда у вас не получится. Вам нужно, типа, еще год вместе прожить. И только после этого можно. На что муж мне сказал, ну, тогда пойдем, типа, супербюрократическим... Типичную историю, кстати, я хочу рассказать. Постоянно я слышу от пар, и вот где партнер, допустим, немец, а женщина из стран третьего мира, как нас называют, третьих стран. Все предлагают, ну, как наш менталитет срабатывает, идти по пути наименьшего сопротивления, а у немцев идти там, где вот полосочка начерчена, только там и ходим. Шаг в лево, шаг в право, расстрел, да. То есть у нас не совпадают просто менталитеты в этом вопросе. Поэтому, естественно, у невесты не остается выбора, как послушаться и сказать, ну, окей, дорогой, давай. В итоге, да, я тоже сказала, ну, если ты так считаешь, если ты считаешь так правильно, он говорит, ну, это будет точно 100%. Я говорю, ну, давай, хорошо, давай так. Вы познакомились в феврале 2020. Встретились трижды, насколько я поняла. Да, за этот период. Трижды. Трижды. И уже, грубо говоря, через год с лишним. Ну, можно сказать, четырежды. Ну, подавились лишь так. Четырежды. Когда я приехала, это уже... Четыре раза. Прошло больше года. Вы пошли штандензам, пока ты была в Германии здесь. Это было, ты сказала, в июле 21-го. Нет, это уже было чуть попозже. Была уже осень 21-го года. Ну, сентябрь где-то. Ну, где-то так, да. Ну, раз три месяца, то есть здесь. Сентябрь, да. Август-сентябрь. Вам дали список какой-то. Ну, такой, такой, такой. Да в том-то и дело, что сначала он выглядел не так-то страшно, что там, ну, как бы, да, какой-то список документов, но, как бы, вроде все вполне сериально. Была вот в тот период, ты находилась уже здесь, в Германии. Вам дают список. У тебя были с собой эти документы. Вы запустили процесс, пока ты здесь. Ты надеялась, что ты успеешь по этой визе подать заявление в ЗАГС и сразу пожениться? Или вы уже предполагали, что ты поедешь домой, будешь там собирать, опастили, вот этой всей херней заниматься, потом подавать, траля-ля, как это выглядело? У меня были все опастили. У меня были все опастили. Мосяжного переводчика. Мы должны были его перевести, все документы. Причем первый переводчик, который нам посоветовали именно в ЗАГСе, то есть наш император, это, так скажем, человек, который ведет наше дело. При этом он дал нам визитку. Мужчины из Ганновера, по-моему, если не ошибаюсь, неважно. Говорит, супер, к нему все обращаются, он все суперклассно переводит. Окей, мы сделали копии документов, прислали копии документов. Через, на удивление, достаточно быстро, где-то 10 дней это прошло, нам присылают документы, то есть все переводы, из которых не было ни одного правильного. Вплоть до того, что неправильно написали имена моих родителей в свидетельстве о рождении. Была, как оказалось, очень небольшая погрешность из того, что было сделано. В документе о моей брачной правоспособности они поставили мне дату из будущего, причем настолько из будущего, что там год был 2 миллиона какой-то. Так лбом. Клавиатура упала, или кошка прошла, и вот мне написали очень странную, невероятную дату, которая вообще, ну, как она может существовать? Ты знаешь, кстати, вот здесь сразу у меня такие флешбеки всплывают, когда мне пишут комментарии. Только нотариальный или какой-то там присяжный переводчик в Германии выполняет качественный перевод. Переводы из других стран, и тем более Россия, это все говно. Мужик справился на 300%. Мой гражданский паспорт мне перевели у нас... Ну, на сколько мы... Сколько у нас? 46 страниц? 45-46 страниц? Ну, да. Мне перевели последние три. Документы были подписаны женщиной, явно 100%, ну, скорее всего, русскоговорящей, потому что у нее было татарское имя-фамилия. Я не знаю, что там происходило, но мне казалось, что... Ну, то есть там заверяю подлинность, вот это все, ну, как бы... Ну, как это можно заверить, когда по вот этому переводу моего паспорта вообще непонятно даже, чей паспорт, потому что там нету имени и фамилии, ничего. Окей, в общем, перевели все через жопу, и что вы дальше искали другого переводчика? Нет, мы обратились к ним мужем, мы прислали кучу правок, что нужно переделать, они сказали... А, ну, то есть вы не сдавались прям, да? Вы давали ему надежду, верили в человека? Муж мой, он очень добрый человек, и такой, типа, они исправятся, они исправятся. Они не исправились, как мы можем понимать. Это не сработало. Мы ждали очень долго переделок. В итоге мы вообще ничего не получили. То есть я уже уехала. Перевода все нет и нет. Я мужу говорю, что, ну, пожалуйста, может быть, мы как-то это самое. Он привлек какого-то другого переводчика, который тоже молчал примерно месяц с копейками. Да. Ничего не прислал. Функтуальные немцы. Да, и через месяц ему прислали, типа, оплатите счет, мы вам пришлем бумаги. Надо сказать, что прежде чем что-то оплачивать, подписывать в качестве переводов документов, вам должен переводчик присылать документы на сверку с оригиналами. И вы несете ответственность так же, как и переводчик, что вы пишете, я проверил, данные верны, и только тогда переводчик ставит печать и заверяет, но это здесь присяжный. Никак по-другому. Если уже вы проверили, типа, одним глазом, и она заверила, то это уже ваш косяк. Если нет, то извините. Мы ничего не увидели, поэтому мы, ну, как бы, как мы можем оплатить то, что там он что-то снова... Перейдет мне три страницы, что я буду делать с этим? Поэтому мы в итоге нашли третьего переводчика, который, слава тебе, господи, она перевела хорошо, перевела быстро, но там случилась другая история с третьим переводчиком. То есть переводы она прислала, все было супер, мой муж их собрал, отнес в штандесант, то есть в ЗАГС, и оттуда документы ушли в суд, чтобы на основании моей справки о том, что я не замужем, суд должен освободить меня от обязанности предоставлять такую же справку, но только немецкого образца. Для этого, собственно говоря, вот это все происходит через суд. Отправляются документы в суд уже на минуточку. Март, если я не ошибаюсь. Так, клево. То есть эпопея началась в августе. Да, эпопея с переводами... Мы до марта только переводили. Да, у нас эпопея длилась очень долго. Прикольно. Примерно где-то март месяц. И мне муж звонит, на тот момент еще жених. Он говорит, скажи мне, пожалуйста, а как сложно получить оригинал документов? Что? Я думала, у меня камера зависла даже. Нет, это... Это ты зависла. Я говорю, что? Он говорит, ну просто скажи, как сложно. Я говорю, я даже рассуждать не хочу на эту тему, потому что... Я говорю, а я тебе оставила все документы. То есть я ему оставила все свое свидетельство о рождении, вот эти все справки, все вот это вот на основании... Не было желания заблокировать человечка? Было. В какой-то момент у меня появилось заблокировать человечка. И он говорит, ну... Я говорю, а что случилось-то? Можешь мне объяснить, что произошло? Он говорит, ну, пришли документы в суд, то есть они дошли до этого, до нашего дела, они ему перезвонили и попросили прислать оригиналы документов. А это нормально в Германии? Да, нормально, но я у него не спрашиваю. А где оригиналы? Говорит, я не могу их найти. Я говорю, звони мистеру Мензену, вот нашему абиратору из АГСа. Я позвоню, перезванивают. У него нету. В суде нету. У него нету. Дома нету. У меня инсульт. Ты понимаешь, что... Я говорю, получить новый оригинал документов. То есть это все заново мы будем сейчас делать. Я получу новые оригиналы, новая... Заново переведешь? Это примерно там типа 2-3 недели, может быть, месяц времени. Потом это все нужно будет тебе прислать в глубины почты, потому что на тот момент уже DHL не работает. Только с голубями. Да, только с голубями, непонятно как. Я говорю, это в лучшем случае займет еще непонятно сколько времени. Потом еще плюс переводы. То есть ты нас отбрасываешь еще типа на 2 месяца назад. Потому что все, весь процесс, можно... Эта песня хороша, можно начинать сначала. Тогда впервые... Я впервые на него накричала. Это было первое... Это была... Моя последняя нервная клетка лопнула. Я впервые на него накричала. Я сказала, знаешь что, милый мой? Я говорю, я больше палец о палец не ударю. Хочешь жениться? Ищи. Где хочешь ищи. Как хочешь ищи мои документы. Я говорю, позвони в бюро переводов. Я говорю, ну вдруг, мало ли. Он говорит, да я вроде копии отправлял. Вроде. То есть он эти переводы отправлял сам и даже не мурмур, что ему прислали без оригиналов. Он забыл, что он вообще прислал оригиналы. До этого отправлял бумажные копии. Он даже... Ну, в Германии здесь сложно вообще сойти с высокотехнологиями и со сканами, и фотографами. Что это? Высокотехнологичная, прогрессивная страна. Да. У тебя что, факса нет дома? У меня нет. В итоге выясняется, что действительно мои оригиналы документов лежали у переводчика. Она была в отпуске. Она ему сказала, я сейчас не могу посмотреть, там в понедельник попрошу коллегу. Я там полнедели была вот такая тоже, вся на нервах. Посидела. Она тебе переводы, ну не тебе, а вам, ему переслала переводы тоже с голубями в бумажном виде? То есть она прислала бумажки и не положила в конверт оригиналов? Да, все верно. Ну тоже клевый переводчик, можешь рекомендовать от всей души. Кстати, недавно мне мой муж сказал, что оказывается, там была еще брошена фраза, что мои документы оригиналы лежали в папке на уничтожение. То есть, видимо, там дикопии, всякие вот это все. Прекрасно. Да, и успели их оттуда вытащить практически в последний момент. Просто перебирали документы. А то он зря это сказал тебе. Уже март был, и в итоге нашли оригинал, и дальше что? Да, потом ожидания. Показ. Сколько этот суд рассматривал ваши бумажки? Месяц и неделя где-то. Ну это еще норма, они ждают три месяца. Да. Окей, они рассмотрели, дали типа разрешение, или как это называется? Да, дали разрешение. Мой муж опять пошел, значит, связался с ЗАГСом. Там ему сказали, ну почти все готово, но надо, чтобы невеста поехала в консульство, вернее, в посольство немецкое. Нужно, чтобы там при консуле или при ДИП-работнике я заверила свою подпись на фольмахт, то есть на доверенности о том, что я предоставляю своему мужу право представлять мои интересы там в ЗАГСе и так далее. Хорошо, я ищу запись. Находится она очень невероятная удача, на следующий день есть окно. Я бронирую это окно, еду туда, все супер, все классно, мне все делают очень быстро. Ну опять же таки, это плюс затраты, потому что это все стоит денег. Каждый поход в посольство стоит денег. Я забираю документы, приезжаю домой, заказываю курьер DHL, вручаю ему конверт, все супер, ну то есть документы уезжают, на следующий день или через день он уже был моего мужа. Он опять идет в ЗАГС, говорит, вот, пожалуйста, а нужна еще заверенная копия паспорта. Я говорю, вы что, издеваетесь надо мной? А почему нельзя было сказать, что в посольстве надо взять два документа, я бы сразу один раз это сделала? Ой, а я что не сказал? А я забыл? Ой-ой-ой, что же делать? Что же делать? Я беру опять еще термин, термина уже нету, записи нету на ближайшую неделю, там полторы. Я записываюсь куда далее. Думаю, господи боже мой, когда же это все закончится? Чудом я решила, что каждый день буду проверять, не появилась ли новая запись. И по ночам тыкала? Конечно, и по ночами, и днями. Я вообще каждые 15 минут, то же самое, как поймать эту запись на визу, приносила несколько раз, потому что я наивная была, я вот записывалась, мой термин, то есть я понимаю, что время подходит, записи нету, я его отменяла, искала новое место, а там вот с этим очень сложно, поэтому я вот старалась, чтобы у меня была надежда какая-то впереди, что вот меня ждет термин. Но это был 21-й год, правильно? Нет, это уже был 22-й год. А, уже 22-й, мы пришли в 22-й? Да, 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 это мы уже пришли к 22-му году. В 22-м еще пока не прикрыли, потому что с 1 июня 23-го началась жопа с посольствием, то есть ты еще могла ходить, бродить по всяким терминам. Да, да, да. У тебя еще было все круто, скажем так. Да, на тот момент все равно как бы, ну, то есть это не супер-изи получить туда там на национальную визу, это все равно тоже не очень легко, там записи тоже все равно там на месяц-два вперед. Конечно, не как сейчас, когда там еще на 3-6 месяцев вперед надо ждать этой записи. Мне везет, я перебронирую, условно говоря, себе запись. тоже типа на следующий или через день. Приезжаю туда, все супер, тот же мужик, все супер-классно, он дает мне этот, значит, заверенный мой паспорт. Все, вроде все хорошо, все супер. Я приезжаю домой, такая вызвала заново курьера DHL, чтобы сразу же отправить этот документ. Скидываю своему жениху на тот момент типа фотографию, супер, и кажется, он мне говорит, а там стоит год рождения неправильный. Я 90-го года рождения, а там стоит 80-й. Да, у меня истерика. Я звоню туда, они мне говорят, пишите письмо, мне дают почту сотрудникам этого отдела. Я начинаю писать письма. Я говорю, что делать в такой ситуации? Они говорят, приезжайте, до трех успеете, а я в Москве, и время час с чем-то, а мне, я вообще на другом конце Москвы живу. Я там быстро как-то что-то на лету просто натягиваю на себя какую-то одежду, вызываю такси. Вот это был момент из разряда Джеймса Бонда, потому что я вызываю такси, я сажусь в такси, мы встреваем тут же в пробку. Я ему говорю, мне очень нужно на Ленинский, очень, типа, максимально быстро. Он говорит, мы не успеем. Я говорю, я вам советую садиться в метро. Я говорю, хорошо, я перебегаю в метро, еду туда, пока я еду, я ищу, на какую станцию метро мне вызвать такси, потому что там большие расстояния от любого метро до этого посольства. Я выбираю какую-то более-менее адекватную станцию метро, чтобы там выйти, вызвать такси. Пока я подъезжаю к станции, я уже вызываю такси, пока я подлетаю, оно подъезжает. Я в него залетаю, ну, то есть я залетаю в машину, говорю, пожалуйста, у него есть, типа, 10 минут, чтобы доехать до адреса. Я вас умоляю, пожалуйста, давайте побыстрее. В итоге я приехала примерно за 7 минут до закрытия этого 1. Он мне все поменял, такой, пожалуйста, упси, упси, я случайно. В протяжении вообще всего этого периода от, ну, условного августа до условного другого августа у меня было постоянное желание кого-нибудь убить, если честно. Это, это очень стрессовый. Конечный стресс у тебя и так стресс от того, что ты понимаешь, что ты заканчиваешь, условно говоря, вот свою жизнь, пока уже здесь в чемоданы, ты должна все это, условно говоря, там, свыкнуться с мыслью о том, что тебе надо переезжать, тебе надо уезжать, ты все меняешь, это и так стресс, плюс тебе стресс документы, и ты с этими, пока готовишь эти документы, ты вообще не понимаешь, уезжаешь ты или нет. У тебя нет уверенности в том, что а едешь ли ты вообще, потому что, ну, документы еще не готовы, постоянно какие-то вот проблемы, то-се, пятое-десятое. С момента нашего первого похода в ЗАГС, вот когда мы заявляли о намерении о том, что мы хотим до нашей свадьбы, прошло девять месяцев. До свадьбы, не до визы. До визы, не до свадьбы, до визы. Прилетела за две недели до свадьбы своей. А вы вот эту свадьбу и все такое прочее, то есть роспись саму в ЗАГСе, когда, на каком этапе бронировали? Когда ты уже получила визу невесты или заранее, или что? Потому что некоторые бронируют заранее, почему-то запись, когда у них еще кони валяса, а потом такие, опс, а мы, оказывается, ничего не успеваем. Когда мы уже были вот на финальном этапе, когда мы уже подали документы, по-моему, и то мы делали предварительную запись, потому что там тоже не очень было понятно, сколько будет рассматриваться виза. На удивление, я ее получила действительно быстро. Меньше месяца они мне ее делали, где-то три минуты. Это супер. Да. Мне правда повезло в этом плане. Я не знаю, может быть, это была карма и расплата за мои страдания. Приехала, вы уже поженились в ЗАГСе, потом какое-то было торжество, и ты, естественно, сразу остаешься. То есть главный плюс в том, что ты по этой визе, которую годами получаешь, в итоге остаешься сразу и уже никуда не выезжаешь. Поженились и живешь. Да, но вот этот огромный, невероятный стресс, который ты переживаешь до этого, как будто такой, ну, я заслужила. Я заслужила больше никуда не ехать, потому что больше невозможно. Начнем с вопроса, вернее, и закончим вопросом, который я задала в начале, да. Я спросила у тебя Дания или Германия. Ты сказал незамедлительно Дания. Как ты думаешь, что бы ответил твой муж сейчас, если бы мы у него спросили Дания или Германия? Я думаю, что бы ему тоже сказал Дания, если честно. Дания. Я у него вопрос. Если, с всей всей своей опытом, что ты уже был, ты могла обратиться в время, чтобы выбрать, чтобы вернуться к тому моменту, когда мы решили, где мы будем married, или как мы будем married. Что бы ты выбирал? Чтобы идти в то же время, что мы были в то же время, или вы выбирали в данном направлении? Бурократия никогда не была в то же время. Нерфи, время и деньги. Поэтому, в данном направлении, я бы выбирал в ретро. Мы должны сделать данный направлении. Мы уже уже три года года. Уже. Сейчас это только два года. Два замечательных года. Но, как я сказала, это вызывает нам много нервов и времени. В следующий раз мы выберем Денбайк. У нас не будет следующий раз. Нет? Я люблю. Я люблю тебя. По сути, у меня были уже все документы на руках, чтобы просто поехать там. То есть, если бы вы выбрали Данию, вы бы поженились когда? Наверное, в октябре. Если бы у нас было, по сути, время. В октябре 22-го или 21-го? Еще 21-го. В октябре 21-го вы бы поженились в Дании, а в итоге вы поженились в Германии. В августе 22-го. Я посоветую все-таки идти по пути наименьшего сопротивления, если честно. Потому что, понятное дело, что ситуации у всех разные. Кто-то выбирает один путь, кто-то выбирает другой путь. Но, как в итоге выяснилось на практике, на моем личном опыте, получается, что вот эта бесконечная бюрократия, бумажка за бумажкой, на каждую бумажку нужна другая бумажка. И за все это ты должен платить деньги. Но вот, кстати, платить деньги вы не ввели подсчет? Потому что я знаю, что немцы очень такие дотошные в подсчетах и всяких айнкомменах, аусгаббанах. Сколько плюс-минус потратили бы в евро или в рублях на все свои бумажки, переводы, опостили и поездочки и так далее? Сложно сказать, на самом деле, потому что мой муж не из такого, не из таких немцев, скажем так. Кому достаточно легко относится. Подсчеты особо не велись. Сейчас на вскидку я могу сказать, что это точно не меньше тысячи. Я думаю, что это скорее ближе к полутора тысячам евро. Только за бумажки. Конечно, переводы, бумажки, вот это все. Нет, это вообще к свадьбе, к билетам, к свадьбе это не имеет вообще никакого отношения. Это все только вот эта бюрократия, пересылка документов туда-сюда, вот эти походы в посольство, потому что за каждый поход в посольство, за каждую бумажку, ты тоже платишь деньги, и они тоже как бы, я не могу сказать, что супермаленькие. Тут тоже в самом начале были совершены такие, наверное, не очень нужные просто шаги. Мы делали у нотариуса доверенность ему от моего лица, чтобы представлять мои интересы, но которая в итоге никому вообще не была нужна, не в ЗАГСе. А зачем вы ее делали? Чтобы я уехала, а он имел право от моего лица там подать те же документы в ЗАГС. А потом оказалось, что для них вот эта нотариальная доверенность вообще не имеет никакого смысла, она им не нужна, им нужна искусство. А, понятно. Потому что есть своя определенная процедура для этого. Угу. Окей. Ну, я со своей стороны могу сказать, что, наверное, да не наверное, а точно мы оставим контакты качественных и проверенных переводчиков. И вообще сервис, где искать переводчиков, под видео. Поэтому, если вы прямо целенаправленно хотите присаживаться к переводчикам в Германии, пожалуйста, ссылки под видео. Также мы оставим, естественно, ссылку на консульство, ссылку на список документов именно для виза невесты. Также у нас есть видео, я уже рассказывала, чем отличается виза невесты от визы на воссоединение. Это немного разные вещи, но плюс-минус одно и то же. В общем, все, кто интересуется, переходите в другое видео, переходите под видео по ссылками, смотрите и так далее. Ну, у меня, в принципе, все. У тебя есть что-нибудь? Да, единственное, что я хотела добавить, что имейте в виду невесты, которые будут выходить замуж по визе невесты. В среднем вот этот список документов, он, в общем-то, примерно одинаковый по каким-то критериям, но все равно нужно всегда узнавать в своем таксе вашего города, в котором будут выходить замуж. Потому что, как все в Германии, от земли к земле, от города к гору, от человека к человеку, все может быть по-разному. У вас могут запретить то, чего нет в списке, или на банке, что есть списки, вас могут не попросить. Это тоже очень важно. Мы всегда понимали, что от вас... То есть нужно идти за списком конкретных документов именно в свой зал, там, где проживает ваш жених или ваша невеста в Германии. Да. А этот список, который на сайте консульства, он такой приблизительный, ориентировочный, чтобы вы понимали вообще, к чему себя морально готовить. Да. Да. Супер. Спасибо, Даша, большое за твой опыт. Я надеюсь, он будет полезен. И самое главное, надеюсь, что, наконец-то, женщины будут серьезнее относиться, готовиться заранее, и, может быть, как-то смогут уговорить своих женихов все-таки. Если есть вариант попроще, выбирать попроще, не издеваться над бедной невестой, не заставлять ее бегать за постелями, переводами, бумажками и жить годами в ожидании визы и того всего. Потому что, ну, это даже не столько, там, вопрос денег и времени, а уже просто вопрос здоровья и нервов. Да. Потому что, в итоге, это стресс на стрессе, и человек приезжает сюда уже просто, мне кажется, уже ничего не охота. Ни замуж, ни эмиграцию, ничего. Уже просто охота, чтобы все отстали. Можно я в углу молча посижу, отстаньте от меня и все. Это правда так, потому что в какой-то момент тебе кажется, что, ну, мне вообще уже ничего не надо. Я уже ничего не хочу. Потому что уже стресса вот столько, нервов вот столько, денег потрачено вот столько, все уже, чайничек переполнен, мы уже, мы уже ничего не хотим, нам уже ничего не надо. Поэтому, да, это очень тяжело в плане морального просто вот, такого банального, морального ресурса. Потому что его иногда, он иногда заканчивается, его не хватает, ты уже просто дотягиваешь на каких-то морально-волевых. Потому что когда-нибудь это закончится. А если есть путь проще, и это просто не понадобится себя так мучить, то лучше, конечно, выбрать его, потому что... Зачем? Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и если вы убедились, насколько сложным может быть путь по визе невесты, и не готовы так долго мучиться, то брак в Дании однозначно ваше спасение. Просто оставьте заявку в WhatsApp или email, и мы организуем вашу свадьбу за месяц. Мы поженили более 450 международных пар за три года, и точно знаем, как это сделать быстро и легко. Все контакты вы найдете под видео, там же ссылки на наши соцсети. Подписывайтесь, у нас весело каждый день!